Девушки отдыхают Загадочные дети. Чем аутисты отличаются от обычных людей и как им помочь? В мире тенденция увеличения деток с такими расстройствами. Она в геометрической прогрессии растет. А у вас спина белая, какие розыгрыши барнаульцы не забудут никогда. Тебе надо оплатить сегодня остальные деньги. Если ты так не сделаешь, они тебе очистят. О событиях пятницы вам расскажут наши корреспонденты. Я, Татьяна Голубева, здравствуйте. Пришла, откуда не ждали. Талая вода этой ночью затопила подвалы четырех многоквартирных домов. На улице Солнечная поляна, Взлетный и Сиреневая, а также парковку с машинами. На месте события этим утром побывал и наш корреспондент Алексей Янкин. Ночью жителей крайних новостроек на Взлетной и Солнечной поляне разбудил вой сирен. Выбежав на улицу, люди увидели залитую водой парковку и двор. Позже выяснится. В сирену включили спасатели, чтобы найти хозяев 30 припаркованных авто и тем самым спасти железных коней от водного плена. Искали долго, до самого утра. Последний объявился часов в 10. Итог печален. Наша машина пострадала тоже очень сильно. Как раз находилась на пересечении, вот припаркована была взлетной 58 и Солнечная поляна 111. Машину залило практически по сиденьям. Нам ДПСники помогли ее вытащить. Мы вычерпывали эту воду. Талая вода, пришедшая со стороны так называемого пруда-накопителя, затопила и сами дома. В подвал 111 на Солнечной поляне ее набежало сантиметров 30. Чуть меньше скопилось в 58 на взлетной. Самотеком по канализации вода проникла в 4-й дом на Сиреневой и 103 на Солнечной поляне. Это был залповый приход воды, говорят спасатели. Избежать подтопления шанса практически не было. Приступили к откачке воды из подвалов данных домов. После того, как только мы откачку закончим, значит будет подключена электроэнергия в 111 доме, в 58. Думаю, где-то к 19 часам ориентировочно. А вот такой фонтан бил утром в полукилометре от места стихийного бедствия. На улице Сиреневой автоинспекторам здесь даже пришлось ограничить движение на пару часов. Ливневка явно не справилась с объемами. Сейчас улицы все открыты, движение идет, но под контролем держат инспекторы данные районы. Если будет вода повышаться, будет принято решение перекрывать движение. Участников дорожного движения мы будем предупреждать, в каких местах будут перекрываться улицы через средства массовой информации. Больше вода подниматься не будет, считают в районном штабе ГОЭЧС. Опыт прошлых лет говорит о том, что пик паводка здесь, в районе Павловского тракта, проходит одним днем. К тому же к полудню вода пошла на спад. Кто будет компенсировать ущерб, который был нанесен сегодняшним наводнением владельцам десятка машин, пока не ясно. Точно известно, что многие уже записались на прием в районную администрацию. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Завтра во всем мире отмечают день распространения информации о проблеме аутизма. Впервые его провели 8 лет назад по инициативе ООН. Мировая общественность, ученые, врачи, педагоги были обеспокоены стремительным ростом рождения таких детей. Чем они отличаются от других членов общества и каким образом в Алтайском крае им могут помочь, узнавала Ольга Калачева. С этими детьми педагог не может расслабиться ни на секунду, находится в постоянном напряжении. Хотя в кабинете ребят всего 5 человек. Но каждого из них важно не только научить чему-то. Главное, любой ценой удержать их внимание. Либо он приходит весь замкнутый в себе, и его ты не выведешь никак. Мало того, что он сам не речевой, еще и инструкции не слышит. Либо приходит уже с агрессивным поведением. В мире тенденция увеличения деток с такими расстройствами, она в геометрической прогрессии растет. И американцы сегодня бьют тревогу, что через 10 лет каждый десятый ребенок будет обладать некими признаками расстройства аутистического спектра. Если раньше аутизм считали неизлечимой болезнью, то сейчас это мнение ежедневно опровергают. В Алтайскую общественную организацию родителей детей с аутизмом Лилия Дегтярева привела своего мальчика полтора года назад. Говорит, в 6,5 лет он знал всего 5 слов. А сейчас ее Андрея не узнать. Мы что-то мы смотрим, да? Он говорит, мама, что это? Он стал показывать пальцем. Вот, да? Он стал, ну вот сейчас спрошу. Как тебя зовут? Меня зовут Атрия. Сколько тебе лет? Мне 8 лет. Как твоя фамилия? Дегтярев. Дегтярев, да? Он считает, он пишет, стал сам писать. По наблюдениям Лилии Дегтярева, чем младше возраст малыша, которого приводят в ступени, тем лучше результаты. Но, как правило, родители обращаются в частные структуры после того, как пройдут все круги ада. Так они называют пребывание их деток в муниципальных школах и детских садах. А потому отчаявшиеся мамы и папы готовы платить любые деньги, только чтобы их детям помогли. Ребенок просто у меня соскакивал ночами и плакал, потому что, ну, там не было такое вот. Вот к нему относились как к чему-то ненормальному, вот такого быть не должно. То есть вот и как-то странились от него. Естественно, ребенок тоже чувствовал себя некомфортно, и мы просто были вынуждены оттуда уйти. И ни в какое другое вот обычное учреждение я не смогла бы пойти. Причины возникновения аутизма неизвестны, к сожалению, отсутствуют и официальная статистика, утверждают специалисты. А между тем, этих детей можно и нужно социализировать. Многие из них очень талантливы. Ньютон, Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Моцарт, Кавка, Билл Гейтс тоже когда-то были особенными детьми. Ольга Калачева, Александр Морозов, Андрей Печоркин, информационный канал, город. С сегодняшнего дня на 4% увеличатся социальные пенсии. Пенсии по государственному обеспечению. В среднем они подрастут на 325 рублей. Всего в Алтайском крае повышение коснется 74 тысяч жителей. Напомним, социальная пенсия назначается пенсионерам, которые не заработали право на страховую. Ее получают мужчины в 65 лет, женщины в 60. Также социальную пенсию платят инвалидам, детям-инвалидам, а также инвалидам с детства. На пенсию по государственному обеспечению могут рассчитывать военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, блокадники и чернобыльцы. Стоит подчеркнуть, что апрельская индексация будет проведена пенсионерам, независимо от того, работают они или нет. Стали известны победители первой в регионе премии общественного признания «Престиж-2015». Церемония награждения состоялась накануне в краевой столице. Лауреатами премии стали люди, которые немало сделали и делают для края и его жителей. Врачи, ученые, артисты, чиновники, добровольцы. Быть героями публикации телеэфиров многим лауреатам премии «Престиж» давно не привыкать. Признаются, куда сложнее теперь нести статус героя нашего времени, о котором до премии даже не задумывались, а просто выполняли свою работу. К примеру, детский хирург Юрий Тен и сюда-то еле вырвался. Говорит, вместо грамот привык смотреть на детские улыбки. Кстати, в этот момент он еще не знает, что сам победитель. Здесь нет случайных людей. Самый непредвзятый отбор лауреаты прошли еще до начала, ведь выдвигали их журналисты, руководители редакции «Сибирской медиагруппы». «Слово «Престиж», которое использовано в названии нашей премии, в последнее время становится несколько забытым. Мы хотели предать этому слову второе дыхание. Напомнить, что попадание на страницы СМИ и попадание в экран телевизора – это по-прежнему очень престижно, почетно и важно». Журналисты выбирали тех, для кого личное благо сродни общественному. Может, потому и самый верный критерий оценки – субъективность. «Когда человек на своем месте из года в год делает доброе дело, и он известен, и он создает шедевр, это заслуживает уважения всегда». Кроме экспертов, лучших определяли и жители края с помощью интернет-голосования. 60 лауреатов разделили по шести номинациям. «Доброе сердце», «Светлый ум», «Золотые руки», «Достижение года», «Поступок». В последние – самые юные победители – школьники из Михайловского района Андрей Цымбалов и Тимофей Артемьев, спасшие осенью пятерых детей из горящего дома. «Мы всегда ждем вас в гости, в нашем ведомстве. Вы для нас и коллеги. Спасибо вам». И если для парней эта награда, возможно, определит жизненный путь, то более взрослые лауреаты отнеслись к своему участию с приятной, но иронией. К примеру, номинант – человек-легенда, ученый, создатель формулы препарата для здоровья Виктор Дворников. «Когда человек уйдет, тогда он становится легендой. А при жизни легенды не слагают». «Все люди, которые здесь номинированы, они все достойные люди, они авангард, я бы сказал, нашего движения экономического и духовно-политического. Они, во-первых, являются лицом общества, а для людей, для нас, мы должны стремиться быть похожими на них». Организаторы уверены, скоро премия обретет популярность, ведь это первая в регионе награда по-настоящему общественного признания. Проводить престиж планируют ежегодно. Анастасия Дороган, Павел Лауронин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Чуть больше месяца остается до очередной годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Десятки тысяч бурнаульцев сражались на фронтах. Практически в каждой семье есть свои интересные истории родных и близких, которые защищали родину. В нашем эфире новый конкурс. До 3 мая присылайте рассказы о ваших дедушках и бабушках, тетях и дядях, о том, как и где они воевали, об интересных фактах, которые происходили с ними. Пишите на адрес нашей электронной почты citynewsobaka.ru. Истории победителей конкурса станут основой наших сюжетов. Обладатели первых трех призовых мест ждут и другие награды. А мы ждем ваших писем. Отряд народных дружинников Ленинского района пополнится в честь празднования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Объявили акцию «Она стартует сегодня». В ряды дружинников намерены принять 71 молодого и активного жителя Ленинского. Между тем в городе продолжается подготовка к празднованию Великой Победы. На очередном совещании оргкомитета в администрации Барнаула один из обсуждаемых вопросов – патриотическая работа в школах и детских садах. По словам председателя комитета по образованию, в преддверии праздника практически в каждом учреждении образование проводят конкурсы, стенгазет, сочинений и рисунков. Старшеклассники взяли шество над памятниками и мемориальными досками. А 5 мая во всех школах города пройдет единый урок мужества, на который пригласят ветеранов войны и тружеников тыла. Этим детям по 10-13 лет, но они уже способны заставить робота подчиняться себе. К примеру, бегать по заданной траектории или бороться со своим аналогом на татами. Второй год для увлеченных робототехникой в Барнауле проводят специальную школу. Только на этой неделе ее участниками стали десятки мальчишек из краевой столицы Павловска и Новоалтайска. О том, как рождаются прототипы терминатора, наблюдала наша съемочная группа. На первый взгляд кажется обычная детская шумная игра. Правда, играть в нее могут далеко не все. Конечно, из конструктора Лего собрать чудаковатую машинку или дом мечты по силам каждому. Но вот заставить собранный предмет подчиняться себе на такое способны единицы. Антон Хронцов до сих пор помнит своего первого робота. Это было забавно. То есть, когда я его собрал, я его запустила, у меня отлетело первое колесо. То есть, у меня не было еще умения такого, чтобы собрать его крепко. Это было в классе в пятом, что ли. Это было два года назад. Сегодня Антон считает себя, если не профессионалом, то точно не новичком. Говорит, хорошего робота нельзя собрать без отличных знаний информатики, математики и физики. Они у семиклассника любимые предметы. Впрочем, не только у Антона. По статистике, робототехникой в Алтайском крае занимается около двух с половиной тысяч детей. Причем ежегодно их армия растет. Меняются и роботы. Три, два, один, пушок. Победил вас робота. А это защита. Вот датчик света. Он обнаружает черную линию и отъезжает от нее назад. То, что за нее не надо наступать. А это вот ультразвуковой датчик. Он обнаружает робота другого и толкает его. Большинство участников таких школ в будущем поступают в технические университеты. Занимаются прикладной наукой. В прошлом году, к примеру, увлеченный робототехникой девятиклассник Алексей Злобин занял третье место на Всероссийском форуме «Шаг в будущее». А Василий Белозерских, он роботы собирает уже много лет, стал заместителем декана физико-технического факультета одного из алтайских вузов. Каждый мужчина, он в душе ребенок. Кому-то нужны большие автомобили, а кому-то нужны маленькие, как роботы. Потому что здесь можно проявить, собственно, как бы, скажем, те идеи, которые ты сам в жизни не смог воплотить. Где? Там. Ольга Калачева, Павел Лаурнин, информационный канал, город. Фарфоровый зоопарк представили в музее «Город», а памятная композиция легендарному Виктору Цуэ разрушается на глазах прохожих. Эти темы нашли отражение в еженедельной рубрике «Окультуриваемся». Смотрим. Здравствуйте! Сегодня мы вновь приветствуем вас в выставочном пространстве Музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Напомним, что периодически мы будем менять места съемок. Таким образом, сможем не только знакомить вас с новостями, но и с учреждениями культуры. Начнем с главного события этой недели. Родственники нашего знаменитого земляка Василия Шукшина, дочь Мария и внучка Анна приезжали на Алтай и в Барнаул в частности. Планировала приехать и Лидия Федосеева, но, говорят, она взяла сама отвод по состоянию здоровья. Почетные гости прибыли, естественно, не просто так, а для того, чтобы объявить имя лучшего чтеца рассказов Василия Шукшина. Подобные конкурсы проводили еще в трех городах страны – Москве, Санкт-Петербурге и Саранске. Алтай в числе лидеров по количеству участников. Голосами лауреатов заговорит аудиокнига для детей с ограниченными возможностями. А ты думай, думай, он капусть побывает, а здесь он козу съест. Кстати, для внучки Шукшина Анны это первый визит на родину дедушки. Она успела побывать в селе Сростки, однако она гуру Пикет не поднималась и мотивировала весенним бездорожьем. Обещала посетить этим летом шукшинские чтения. А между тем, буквально накануне завершил свою работу фестиваль книги «Издано на Алтае». И мы готовы назвать победителей конкурса «Лучшая книга». По признанию членов жюри было очень много достойных претендентов на премию, но только восемь из них получили почетный титул. Вот несколько названий. В номинации «Лучшая книга художественной прозы» победу одержал сборник «Маленькая жизнь» Анатолия Кириллина. Лучшим научным изданием стал двухтомник «Немцы в истории России. Люди и события». Ну а лучшее художественное оформление у альбома Василий Кукса. Ну а я же держу в своих руках книги не менее интересные и достойные внимания. На глянцевых страницах жизнь и творчество лучших художников современности. Новые издания знакомят нас с Никасом Сафроновым и Фридой Кало. «Комсомольская правда» начала выпускать серию из 30 альбомов. Они очень достойно, богато оформлены. Кстати, продаются они весьма по демократичной цене. Первый том уже в киосках прессы города. «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Нет, это не цитата из книги, это строчка из музыкальной композиции «Легенда». Рок кумира многих поколений Виктора Цоя. Именно эти слова выбиты на облицовочной плите Барнаульского памятника на проспекте Социалистическом. Он установлен у одного из корпусов педуниверситета. К разочарованию фанатов плита отпала и разбилась на мелкие осколки. Поврежденным оказался постамент. Мы решили выяснить, кто и на какие средства должен вернуть былой вид этой памятной композиции. Обратились к председателю комитета по культуре краевой столицы Валерию Пашкову. Чиновник ответил, что это лишь парковая скульптура, а не памятник. Город за такие не в ответе. К сожалению, уже нет в живых бодибилдера и предпринимателя Александра Старыгина. Это он несколько лет назад был инициатором установки памятника Цоя. Уж Александр-то точно в таком виде кумира не оставил бы. Видимо, реставрировать памятную композицию придется барнаульским поклонникам Виктора Цоя за свой счет. А мы уже пробовали скидываться. Какую сумму набрали? Рубли 200. Маловато будет, сказал бы герой известного мультфильма. Кстати, о мультиках. Сказку барнаульской писательницы Ирины Цхая теперь можно не только почитать, но и посмотреть в интернете. Мультфильм – обещанная награда за победу в международном конкурсе «Новая сказка». Он решил написать огромную интересную книгу, чтобы всех хвалили. Мне нравятся образы, которые... В общем, собственно говоря, это именно то, что я и хотела. Джорь, я воронучок. Моя мышонок. Вот, история знаменитого мышонка, да. Смотрите, она совсем коротенькая сказка, вот раз страничка, вот, с хвостиком. И, конечно, вот было бы здорово, если бы еще и на остальной сказке были бы мультфильмы. Кирилл, а как давно ты был в барнаульском зоопарке? Да ты знаешь, Лен, давненько, наверное, больше полугода назад. Все как-то не по пути. А отныне до зоопарка, что называется, рукой подать. Он переехал в музей-город. Зверей уменьшили, и теперь они фарфоровые. История формирования этой коллекции началась с маленькой фигурки бурого медведя. Он стоял на рабочем столе директора зоопарка. А много ли вот таких же реалистичных анималистических скульптур было выпущено, подумал Сергей Писарев и задался целью собрать фарфоровый зоопарк. Он посещал антикварные магазины, покупал оленей, тигров и прочую живность. Приобрел зверей на целую выставку. Она открылась сегодня в музее-город и будет работать до 10 мая. В завершении нашей программы напоминаем, что уже завтра в Молодежном театре Алтая премьера спектакля «Обыкновенное чудо» режиссер постановки Иван Стебунов. Ну а мой коллега Кирилл Политов будет в числе первых зрителей в понедельник поделиться впечатлениями. Обязательно и не только расскажу, но и покажу. Так что оставайтесь с нами. Очередная подборка новостей в пятницу. Берегите культуру, ведь культура – это тонкий пласт. Ее может смыть обыкновенный дождик. Эрих Мария Ремарк. До встречи. Пока. А у вас вся спина белая. С днем смеха вас, дорогие телезрители. Этот международный праздник во всем мире отмечается именно на сегодня, 1 апреля. Так что можете смело разыгрывать своих родных и близких. Вам за это ничего не будет. Ну а мы вышли на улицы города и поинтересовались у горожан, как их разыгрывали 1 апреля. Разыгрывали, но я уже не помню как. Обидно никогда не было. Это было в детстве еще, наверное. Я там, ну, знаете, соль в чае, вся такая фигня. Позапрошлом году я был в Новосибирске, как раз мой однокурсник там живет. И говорит, иди скорее там получать, тебе прислали деньги. А там я испытывал очень большие трудности с деньгами финансовые. И вот сбегают туда, говорю, ну, сейчас это... И вот, говорит, да ты сильно не спеши, может быть, пришлю попозже. Вы знаете, я не помню, что разыгрывали. Серьезно. Даже в школе такого не было. Они мне позвонили, давай, в университете написано, что тебе надо, ну, оплатить сегодня остальные деньги. Если ты так не сделаешь, они тебе очистят. Вот. А я так, а как, невозможно, у меня денег сейчас. Я не могу, пожалуйста, простите, у них, что я буду заплатить, давай, я позвоню домой сейчас. И потом я вспоминаю, я вспомнил, что это первый апрель я была. В школе разыграла одна девушка. Она сказала то, что у меня вся футболка белая. Ну, и все, я по-моему, у меня была футболка черная, я ее снял, но она была, короче, черная. Так и осталось. Нашим гостем завтра будет Андрей Новиков, руководитель региональной лиги Международного союза КВН, КВН Алтай. Поговорим о том, какая барнаульская команда является самой перспективной, разыгрывают ли друг друга КВНщики 1 апреля. Собирается ли Андрей принять участие в акции «Бессмертный полк»? Не только об этом завтра в 19.00 на ТНТ. А вас еще ждет прогноз погоды на ближайшие выходные, начало следующей недели, буквально через минуту. В студии Александр Люцигер, начальник Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Добрый вечер. В студии Александр Люцигер с оценкой погодной ситуации и прогнозом на предстоящие выходные, а также начало следующей недели. Март текущего года в Барнауле получился очень теплым, на 5 градусов выше климатической нормы. Осадков выпало 16 мм, что является мартовской нормой. Но теплая солнечная погода закончилась уже сегодня. В субботу в Барнауле ожидается переменная облачность в конце ночи и днем, временами дождь. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0,2, днем плюс 10,12 градусов. В воскресенье облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 2,4, днем плюс 6,8 градусов. В понедельник облачно с прояснениями. Временами осадки в виде дождя, ночью возможен мокрый снег. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью 0,2, днем плюс 7,9 градусов. Во вторник переменная облачность и без осадков. Утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный слабый, температура воздуха ночью около нуля, днем плюс 9,11 градусов. В среду сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем умельный. Температура воздуха ночью около нуля, днем плюс 8,10 градусов. Во второй половине рабочей недели барнаульцев ожидает неустойчивые времена Субтитры предоставил DimaTorzok